Видно, нет? Да, видно. Вот мы стояли на молитве и пушинка маленькая-маленькая на микрон буквально. Оказалось это паучок с абажура и распустил ниточку свою паутинку и по ней опускался. Опустился низко до полу почти. Показалось ему что-то неладно. Поднимается кверху. Ну тут это десятая доля миллиметра, наверное. Насколько он мелкенький. Вот он идет. И теперь он ее выпустил. И она, говорят, если по толщине брать, в семь раз крепше стали. А теперь он заново ее поглощает и превращает в жидкость и поднимается кверху. И у него там с собой ведерко, куда она складывает, переливает бутылки, запечатывает и не прольется ничего. Ну, чтобы было понятно, держи-ка, я сейчас покажу, как карандашик напротив, чтобы посмотреть в сравнении с карандашом. Вот рядом будет стоять, гляди какая. Вот. Это все, сегодня у нас 9, кажется, января 18 года. И вот он опустился с этой нитки. Вообще его не увидишь, даже не видно никак. Нитку не видно? Ну-ка, посмотри. Ну, за счет того, что там что-то на ней висит, видно. Ну, он висит, там все-то оборвалось маленько. Вот он. Лапкой-то выпустил, маленько побольше стал. И нитку вообще не видать, даже в воздухе рядом. Совсем ты ее не видишь? Да нету. Да нету, да. Вот чудо Божье какое. И слово паук лапками цепляется. Слово лапка один раз в Библию встречается. Он лапками цепляется. Бывает в царских палатах. Вот сегодня мы стоим на молитве сейчас. И вот какое чудо Бог показал. Попутно спросил вчера, почему они закрыли-то. Легли спать, а она днем встала, все, делает хозяйка тут. Виноват. А я ложился спать, наказал. Смотрите, не забудьте. Забыли. Забыли. Два молодых паучка. Девен Господь. Вот только что читаем на молитве, Давид, о чудесах Божьих. 44 Псалом. И вот это все на глазах. Бог специально показал. У вас каждый день перед глазами это все. Почему же вы меня не прославляете? Удивительно-то еще на сколько. Чудо Божье. Что у нас температура-то? Наверное, сегодня у нас поменьше, побольше. Сейчас я вот маленько гляну. Вот интересно, температура какая. Вот здесь у нас сейчас... Что тут у нас? Сейчас я вон туда посмотрю, другой градусник на наружной стиле. Ага, если здесь 10, то там должно быть 12. Ну, слава Христу. На 2 градуса вот это расстояние. На расстоянии 4 метров. А вот это посреди комнаты стоит. Ну, не посреди, а рядом. А та наружной стене. 2 градуса уже разница. Вот так отдаленность от Бога. Градусы нам дает какие мы. Чем ближе, тем теплее, горячее. А дальше уже тепло-хладно, а потом уже застыло. Оживлять нечего. Вот мысли какие пришли. Все, пока. Утренние чудеса Божие. Все, да. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иной и Присной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иной и Присной во веки веков. Аминь. Так, молитвы с читайкой. Я попутно хотел сказать. Вот это кто-то посмотрит, скажет как так. Я просто... Такого момента больше его нет. Он ушел уже где-то сказать. Приезжал к нам в лагерь с группой детей. И там мать одного или двоих была. Отец Кирилл Сахаров на Берсеневке, 200 метров от Храма Христа Спасителя в Москве. Он игумен. И вот он воспоминания пишет. Вот его книги у меня. Вот эти воспоминания он выпускает книги. Он член Союза писателей. Какой он умница. Какой он человек. Обычно как. Если что-то человек такое замечание сделал, помирает буквально. А это нет. Вот пока он живой, познакомьтесь, кто в Москве живет. Сходите. Я просто не знаю больше такого священника. И около него бывает приезжают священники. Ну, разные люди. Вот он что видит, он все записывает. И да, воспоминания, я могу их поместить, если пожелаю. Да они у нас в книге «Для Слова Божия не туз». Там эти воспоминания его. На Алтайской земле заголовок называется. В книге. Он все абсолютно видит. Вот говорит, ну, сколько там после завтрака. С девяти, говорит я. И до девяти, считай, вечера со мной, говорит, все время ходит. На магнитофон все записывал. Ну, вот уже лет, может, двадцать назад записывать. Нет? Карандашом. Где бы еще не видел, все запишет. Ходил с нами в Великобритании визовый центр там и тоже все описал. Я ему как-то сказал, написал или сказал, сейчас не помню. Я говорю, вот смотрю я, мне кажется, ты на Крыжовниковом поле, на Берсиневке закружил людей или масоны тебе указали? Что ты делаешь-то где-то? Он все так и написал. Я больше таких людей почти не знаю. Только был, тут приезжал журналист Сергей Сергеевич Макаров. Вот примерно так. Это призвание Божие. Вот замечание самое маленькое сделал. Игумен, а я кто перед ним? Игумен. Я вот так подошел, а то что у вас тут написано? Небосто ставяще малое, мало-помалу придет в упадок. Я заметил, ага, трех точек нет. А почему это полпредложения? А тут не в упадок, а какое-то слово припадок там или что-то. Одно слово или буквы не так. Я вам сделал замечание. Я даже не подумал. Он только собрались люди, он сразу говорит, вот приехал Игнатий. И знаете, а то что означает? У нас на стене висит и столько лет уже, и мы даже не замечаем, что неправильно написано. Значит, мы не любим Слово Божие. У него везде выводы. Сегодня общин-то почти нету. Ну какие-то общины-то. А то люди приходят, уходят, никто никому не подойдет, чужие все. У него община, настоящая община. Я начал с паучка, говорю о нем, он везде цепляется. Вот этот паучок. Это уже, я начал с паучка, слово лапками цепляется, слово фамилия у меня связано один раз. Он везде бывает, там по разным странам ездит и все записывает. Какое происхождение храма, там апсиды все. И что еще интересно, он ведет богослужения все по-старобрячески. Это единственный человек в стране, который получил благодарственную грамоту от старобряческого митрополита Корнилия Белокринской иерархии. Но он не единоверческий отец Кирилл. Прямо московский патриархат. У него там патриарх Алексей II служил, и Кирилл, и там Алфеев, и Ларион митрополит. Он еще живой отец Кирилл. Живой. Правда, болеет где-то. Я бы когда к нему туда не приехал, он сразу меня там посылает, кто там прислужит, и подьякон меня заводит. Там еще какие, ну сбоку ворота, северная врата какие-то. Переодевает, выносит там, что там у него там, я даже не знаю как назвать-то это. Подризник или Ризный или... Стихарь? Стихарь, наверное, да. И... Тоже перед народом говорить проповедь. Вот сколько дней я у него бываю, утром вечером, две проповеди в день, две проповеди... У него еще... Говорю, и в другом месте у него там, при больнице, храм прям настоящий. И там проповедь был, и там проповедь. И здесь он был. Вот другой ничего не знает, он городит и говорит, Бога не боится. Это в курсе событий всех. Какое бы событие ни было, на Украине, он сам из Донецка, кажется, все это описывает. И у него община, люди все одеты по форме. Явно видно, что эти люди в церковь пришли. Ну, старообрядческие лестовки, это у нас это щетки, а у него лестовки. Форма, одеяние, там эта шапка, это у него все старообрядческое. Но он не старообрядец, он новообрядец. И вот какие он вопросы задавал, я ему отвечал, все записано. У нас книга есть «Для слова Божия нет уз». Вон там можно даже показать. Вот она эта книга теперь на нашем видеоканале. Отдельно выставлено, ее легко считать, брать. Или зайти на наш сайт, православный библейский сайт, зарядите. Во свете Библии. Там все. Вот говорят люди сегодня. А вот Пушкин, Пушкиняна, там то другое, Лермонтова там. А при жизни-то были, почему не ценили? Почему в упор не видели? Давили, гнобили, пока со свету не жили. С Достоевским так же было. Они, говорит, любить умеют только мертвых. Хорошее выражение. А отец Кирилл живой еще. Живой. Москвичи живут и даже не знают. К нему я отсюда посылаю креститься в полное погружение. Он крестит в полное погружение. Только в полное. Еще непонятно, что это что-то неординарное такое. Не на каждом шагу встретишь. И у него там трапеза. И кто-то, как и не бывает, приезжает, всем привет, окажет. И мы к нему приезжаем, там отдыхаем. У него все, как будто ждал. Тут же объявление даст из пригорода. А потом сюда люди приезжают сразу. К нам приехал вот такой-то. И он видит даже самое маленькое, что я делаю. И вот вначале там из паучка. Вот мы идем по полю. Он говорит, для Игнатия молитва это не то, что мы стоим. Вот идем, говорит. Вдруг он остановился, начал молиться. А я потом прошу, а что? А ты разве не слышал, как птица поет? Как это удивительно Бог сделал. А потом идем, что-то еще на пять раз остановился и опять молится. То есть, литургия это не в храме. Я что ему говорю? Я это не знаю. Он все записывает. Тогда это не было таких. Ну, 30 лет назад. А вот такие кассеты записывали. Все записывает. Опять молитва. Как я обращался с детьми в лагере. Какие порядки. Все описал. Он настолько внимательный. Я не знаю, кто там кандидат богословских наук. Что-то такое у него есть. Но член Союза писателей Российской Федерации. Ну, много ли священников даже в этом плане? Он живет там и не знает. Я отсюда из Барнаула посылаю к нему людей. Идите. Если моченые. Ну, попы как огня боятся. Моченые это как печать какую-то поставили. Уже не продать и не купить. Боятся как огня. А вон там поп неверующего крестил. Говорит, меня и... Как крестил-то? Ну, там ладошкой мокрой. Пол бы ударило и все, говорит. Провел. Этот крестит таких. Он очень-очень наблюдательный человек. Отец Кирилл Сахаров, игумен. На Берсеневке. На другой стороне каналах. Где храм Христа Спасителя. Ну, общее расстояние между их храмами. Ну, примерно там 250 может метров. Прямо рядом. Куда бы мы ни ехали, мы всегда у него останавливаемся. Он пишет о первой встрече. Как мы там на колокольне где-то беседовали. Потом в кочегарке там. Он, кажется, в Даниловом монастыре служил. Какую страну не возьмем. Он там был. Он знает. И описывает. И народ, и по... Ну, все. Строительство там храма это у него. Как будто так и надо где-то. Кажется, по-мирскому его Александр Сергеевич. Вот. Сахаров. Вот интересно как. Как люди ему завидуют. Но он-то даже не знает ничего. Приезжает кто-то священник. Был брат нашего Евтихия. Отец Михаил Курочкин. Стоит на крысе. А я. Возьми да и скажи. Говорит. Отец. Я говорю. Ты приезжаешь столько лет к нам. Отец Михаил. И ни одного вопроса ни разу не задаешь. А батюшка такой тихонький. Его бабушки любят так. Ну, а я вижу, что Писание не знает почти совсем. А вот я говорю. Был у нас здесь игумен. Приезжал. Мы в Москве ознакомились с ним. Давно-давно знакомые. А приезжал по теряевку с группой людей. С группой детей. И у него столько вопросов. Ну, какая реакция на эти слова? Ну, надо же так. Какой интересный человек. А я его не знаю. Ну, примерно вот так вот. Не так. Он сразу. Ну, надо же. Жидовин. Уже и сюда пробрался. Сразу из него это вышло. Такой он елейный батюшка был. Он погиб. Царство ему небесное. Но сама реакция какая. Я даже не знаю по сей день. Ого. Это не Сахаров. Отцу Карман. Это по-еврейски или как-то. По-еврейски там что-то. Я даже. Ну, при чем тут еврей-то? Я говорю, он интересный такой. Я рассказывал. Никак не ожидал. Мгновенно из него это выскочило. Жидовин. Ну, и надо же. Как-то я рассказывал о моем знакомстве. Близком с Зоей Александровой Крахмальниковой. Когда я переплетом занимался дома. А радио включаю. В это время голос Америки передает. Передает. Вот. Я слышал мои предложения. Там. Ну, книг-то тогда не было. А я выступал и писал много писем. А одно предложение. Второе. Это как же так. Мои письма передают. Ну, больше никак нельзя было тогда. Потом. Раз. Одно слово, которое я не произношу. Еще одно. Нет, это не я. И в конце говорят Зоя Александровна Крахмальникова. Сердце мое загорелось. Встретиться с ней. Все. С работой покончено. Со мной несколько человек. И мы поехали в Москву. И с ней встретились. Снимки сохранились. Зоя Крахмальникова. Зоя Крахмальникова. И я. Патриарх Пимен был тогда. Вот так. Я вплотную подошел. На богослужение. В Велоховском соборе. Ему письмо. Написал. О положении в церкви. Что священники не вычат. Только вот. А рядом стоит. И подъяк он. Вот такой вот. Он вот так. Легонько меня толкнул. Наверно учат. Но я тут. Крепко стоял на ногах. Я вот так вот. Кое-как. Он меня гальнул оттуда от него. Письмо не взяли. Я Зое отдал. Она. К утру уже. Голос Америки передали. Это надо так. Не к утру. Наверно через день. Как-то вот так вот было. Передали. И вот я Зое Крахмальникова только сказал. Вот. Ну так же я говорю. Зоя Крахмальникова. Какая она удивительная женщина. Она кандидат там пилотологических наук. Вот. Ее материал. Горькие плоды сладкого плена. Найдите. Она отбывала на Алтае. С мужем вместе. С Световым. Вот. Как-то его звать-то еще-то забыл-то. С Световым. Вместе вот тут. Где-то отбывали. В Оксе или где-то. Я ей сказал вот так же. Восхитительным. Я говорю. Как Девора. Пророчица. Голос сказала. К патриархам там. К президентам. Она. Этот. Работник такой. В кабинете. Сразу мне. Надо же. Жидовка. Она и тут уже. Жидовка. Ну. Может быть она и. Ну. Жидовка это не ругательно. Это еврейка. Там. По-славянски. Жид. Это то что. Иудей. Но главное. Тут вкладывается другой смысл. Смысл. Презрение. Вот это. Как говорит. Юда Попсу. Я ничего не отрицаю. Просто. Нам это не полезно. Вот. Я знаю двух. О ком я говорил. Которые люди. Очень интересные. Которые. Жизнь сделают интересной. И сразу. Сразу. Не евреи. Жиды. Вот. И сейчас точно так же. Где-то я сказал о евреях. Вот. Их назначение. Не проклиная. Благословляя это племя. И сразу. Продался. Жидам. Не продавался я. Ничего. Нет. Но мне. И евреи. Хорошо относятся. И помогали. Когда я книги издавал. И. Даже банкир. И евреи где-то. Вот. Я с паучка. Смотри за что зацепился. Куда обошел. Я благодарю Бога. Что этот паучок. Сегодня. Опустился. Я думал. Это пушинка висит. Махонькая пушиночка. Нет. Это он. Он меня побудил. Вот он висит. Да. Я вижу. Я заметил. Ведено. Вот как. Благословенный Господь. Я утром встаю раньше. Ночью. Я сегодня. Пол первого ночи. Я уже сидел за компьютером. Потом тут. Прилег да и заснул. Надо. Заряженную печку. Затопить. Вот я ее затопил. Вот оно. Все везде. Пробую. А почему вверху не закрыли? Сколько раз говорил. Никита. Что? Да несколько раз произносит. Вот закройте. Дымится какой. Какой-то сторонний. Ну я загровал. Дымит начинает. Он проведет. Не полезно. Да я там разбираться. Придумаешь то. А то и никогда не дымит. Ну вообще не правду говорить то. А то на улицу. Там закрыто. Растопилось сразу. Стою на молитве и думаю. На улицу топим. Ну это тебе не надо делать. За печкой только смотреть. И здесь маленько придавить. Ну смотри. Когда начнет то. Тогда отступить. Задымило. 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 Маленько назад. Когда разгорится. Все нету. То есть нащупать грань. Ничего лишнего. Ни дыму нам не надо. И жар не упустить. Иначе, почему верхнюю то закрываем? Объясните. А потому что это только для того, чтобы растопить. Продавить воздух. Все. Нет. Почему закрываем? Верхнюю то обычно не закрывает трубу. Потому что не закрывалась она. Потому не закрывали. Когда ложились спать. Она не закрывает все. Она закрывает только на летней, которая идет. Это задвижка, которая внизу. Это вторая ей помощь. Нет. Люди это не поймут, почему вы верхнюю закрываете. Еще раз говорю, что она... Печь эта сделана неправильно. Где труба начинается, там положили же плиту. Ее нельзя вытащить оттуда. Первый раз в жизни сам печник никогда не видел. Плита там заложена. И поэтому узенький такой отверстие. Ну не раздолбить еще. Я там руки все сбил. Разбирать надо трубу. Вот до сих пор. И тогда вытащить эту плиту. И поэтому нужно выше плиты я сделал дополнительно вот этот канал. Вот этот вот. Чтобы он выше ее туда, выше этой плиты сразу заходил туда. Для растопки-то. Иначе растопить даже нельзя. Поэтому если мы ее закрываем, то у нас последний канал, который идет кверху, он не перекрывает дым-то. Он совершенно отдельно идет. Он идет и выше идет. Там трубы вообще не было. Верхняя зимняя она закрывает, что не пройдет. Обычно надо две задвижки делать, чтобы полностью перекрыло. Ну не уходило тепло. А тут-то другое дело. Это я придел вот этот канал. Стояк. Чтобы только до растопки. Видишь, эта печка вот так вот ровно до конца была. А теперь видишь сколько. Вот на нее летняя задвижка. Вот она отодвинул ее. Вот она кошка показывает. И она прямо кверху туда идет. А если я это перекрываю, тогда она отсюда идет туда. То есть на нашей печке даже там закрыто угореть нельзя. Она все время идет. Тут только узенькое отверстие. Вот попутно это все сказать. Городской это житель ничего не знает. Вот у меня заходит, утром стою. Ну сколько, допустим, на видеоканал. Вот я даже покажу, где наш видеоканал. Но это все это попутно сказать. Нет, вот где-то, где-то. Вот он. Ну это тут все-то опять какие-то. Вот канал. Наш видеоканал. Вот он как выглядит. Православный видеоканал. Вот. Ну а что? Ничего особенного нет. Он подвергается атаке сатаны. Каждый день. Каждую ночь. Не успеваю. Вот. Пока начали молиться, уже опять трое. Одни матерки. Одна скверная идет. Вот подряд, которые я выставляю ролики. Вот здесь события дня. Тут я считаю Библию. Ну тут. Это сегодня вот. За ночь это мне выставили. Замки я буду снимать. Вот открытый блок. А моя книга. Одни матерки идут. И скрытые. Вчера мы об этом разговаривали. Вот ролик. И вдруг открываешь на таким зеленым везду. Скрытые комментарии. Это редко так бывает. Я ткнул. Открылся. Примерно десять комментариев. Разные-разные. Там. Какие-то цифры. Кто. То есть не называется. Ни одной фотографии. Десять. И все до одной матершинные. Ну матершинные. Просто по-бранному. На разные там буквы. Вы такие. А там ничего нету. В ролике вообще ничего нету. Допустим. Я насчитываю Библию. Там ни одного слова нельзя сказать. А они не видят ничего. Сатана застил глаза. И каждое утро. Вот только встал утром. Ну за утро уже восемнадцать отзывов. Комментариев. Ну у нас не такое. Уж это мы известно это. Да еди на все скверные. Это я бы с вами. Я бы то-то. Я то-то. И все матерками. Что бы он сделал. Да я приеду. И там прямо с угрозой такой. Почему? Сатана. Чем больше они нападают. Тем больше. Ну. На душе уверенность. Что мы. На правильном пути. Иначе Сатана так бы не ритовал. Лютует просто. А у нас тут просмотров десять миллионов. Шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть. И одиннадцать тысяч двадцать один подписчик. В моем мире. В моем мире. У нас попутно тоже сказать. Двадцать одна тысяча фотографий. Вот оно написано. Ровно двадцать одна тысяча. Вот. Ну и роликов. Девять тысяч двести роликов у нас. Поносят все. В деревне свадьба играется. Свадьба, говорю, играется. Это после бракосочетания обед. Прекрасно все. Заходят и непрерывно матерятся. Матерятся. Кто-то их травит. Или вот я его заблокировал. Или как сказать. Ну да, заблокировать. Нет как будто его. Даже открыть вот сейчас что заходит. Я открывал сразу. А сейчас боязно надо одному. Ничего нельзя сделать. Что это? Это. Ну как вот я смотрю сейчас. На Путина. Там. Там Грудинина кто-то. А о Путине то. К чего только не говорят. Это мальчик был. Он только наклонился. Рубашку тут поднял. Поцеловал. Оооо. Педофил там это. То есть. Люди не бога не знают ничего. Зачем родился. Вот когда смотришь. Братья Карамазовы. Когда этот. Митя и говорит на отца. А перед отцом Засимой. Отец. Зачем эти люди на земле живут. Вот так вот руки протягивают. Зачем они живут. Когда считаешь Хаджи Мурата. Как они там. Русские громили этих чеченцев. Все у них. К зиме готово было. Аул разгромили. Пасеку уничтожили. Корм скота сожгли. Внученок попался за. Убили. И сидят Аксакалы. Молятся. Аллах. Зачем эти люди живут. Это о нас все говорится. Паучок знает зачем живет. Чтобы нас избавить от. Нехороших. Насекомых. Вот. С чего начал. И все это показать. Притом это все нас касается. Зачем эти люди живут. Каждый день. Целый день. Вот. Что то делаю. Посмотрю опять. Уже несколько комментариев. Подкрываем. Матюжины. Матюжины. Меня. Прям конкретно. Поносят. Меня. И они что то смотрят. Мне думают. У нас такое сокровище. 9200. Роликов. Ну. Ты понимаешь. Нет. Тут все есть. Вот. Возьмите допустим. Попутно сказать. Биографию. Фильм ставят. Давида. Да. Вот этот маленький. Приходит Самуил. Рукополагает. Говорю. Помазание. Ищет. Кому дать. Насаря. Сыновья. Нету их. Кто там где то показано. Пасет. В другом месте там. Он убегает. Тут у него война. Тут он пляшет. То есть со всех сторон. Вы нигде не увидите. Чтобы Осипов там плясал там. Или обедал. Или где то с лопатой копал. Ничего нету. Которые священники там. Дмитрий Семенов. Я не их трогаю. Просто показать. То есть. Даже здесь они боятся в сторону шагнуть. Вот говорят. Когда где то они там такой. Батюшка. Там говорит прямо. Смотришь в храме. Повернет. А там шалман в брюках. Как на пляже люди ходят. Они не видят. Торговля идет там. Ты посмотри. Где по настоящему. Если хочешь. Что то у нас служба идет. Мы снимаем. И они сразу нападают на нас. Кто то там материт. Богослужения там матерят. Неверующие. А как это так. А их посылают. Мне страшно сказать. Но посылают попы. Да не может быть. Ну. Не может. Значит не может. Это мы в клочках были. И там сильно священник там. Клеветал. Прямо. Не знаю как. И мы уехали. У меня телефон. Забили буквально. Белетишки маленькие. Матерятся. Открывают и матерятся. И это наверное месяц сгнали эту горячку. А то очень легко. Ничего не надо. Какой он есть. И вот. Когда начинаешь на все это смотреть. А как они за жизнь сцепляются. Да никак. И нет. Они уже отжили. Вот нападают. А что нападать. Я считаю. Я на Златоуста. Ни одного слова нет моего. Нападают. Люди в деревне. Идут в пасхальные службы. Ну красота одна посмотреть. А диеты. Природа. Матерятся. Да сколько этих сектантов расплодилось. Мы с детьми берем ягоды. Ну и засняли все. Сектанты. Здесь они на поле. Да сколько же их. То есть ему установку дали сектанты. А дальше он еще не надо. Сектанты это плохо. Почему Дворкин сказал. Вы сами посмотрите на свою жизнь. У вас ничего нету. У нас как мы проды восстанавливаем. Как купаются дети. Как играют. Как обедают. Приезжают гости. Работа. Храм. Из храма выходим. Беседы. Занятия. У нас все выставлено. Даже вот такого про паучка. Вам не найти в интернете. Я могу сказать. Ничего нет. А у нас посещаемость маленькая. Если 200 человек. Даже на форуме 280. Больше нету. Вчера 450 было. Если на ютубе какой-то. Ну редко какой. Такой видеоролик. Больше посещаемость. А как. Вот сегодня я выставил. Даже скажу ночью. Вот сейчас посмотрю. Чтобы не пустое было. Вот так. Что тут. Вот тут сейчас и не добьешься. Потому что начали выставлять. Это модератор работает. 43 посмотра за 3 часа. 43. Ну какая-то посещаемость. А тут так интересно. Даже вот. Вот. Ну я просто так ткнусь. Сейчас вот посмотрите. Сейчас включу. Вот. Нет. Это. Надо сначала пустить. Вот. Это моя книга. «Богатейший материал». Раскрывается книга. Играет там музыка. Это нашлись помощники. Попутно сказать. Вот. Это. Ну много ли так. Где-то что-то есть у людей Ну такое, чтобы такие специалисты Нашлись, так это сделали Это в течение последних Двух месяцев Я сегодня везде расставил Вот такое вот Смотри Я пишу Имея огромное сокровище Огромные сокровища На нашем православном библейском сайте Во свете Библии Вот оно как Начитанное мной в 70-е годы прошлого тысячелетия Около 50 книг в аудио Мы не могли сделать их более доступными Для жаждущих получить их Там и книги все мои 40, 38 Ну да, 40, где-то 3 книги моих вышло Вот И ПДФ там Какое-то что-то переделать надо Мы молились, чтобы Господь нам дал Добрых помощников И только на 37-й год Нынче Бог дал сразу 4 помощника Почти в один день Ни с одним из них Мы до сегодня Ни разу не встречались И не знали их А как это так? А люди в разных Даже США тут один Вот Андрей Недоступ Андрей Коречков США Сергей Новиков И Сергей Евтушенко Это в России Но в разных местах Они друг друга не знали Не переписывались Ничего И вдруг одновременно все Появляются и говорят Мы У вас там не зайдешь Не то Надо переделать вам Чтобы доступно было И сразу начали работать Это Так не бывает Незнакомые люди Совершенно 37 лет я молился И молился Добрых помощников Наставников Советников Дай Господи Вот Они сами вдруг Откликнулись И предложили Свои услуги Лука 18.7 Бог ли не защитит Избранных своих Вопиющих К нему День и ночь Хотя и медленно Защищать их Вот какое место Библии есть А они вскрыли Склады С несметными сокровищами И сделали их Доступными для многих Теперь это все На нашем Видеоканале Святая Библия Каждый видеоролик Примерно я сказал 30 минут Ну по полчаса Сделать 156 файлов Святой Иоанн Златоуст 1262 Это 12 томов Жития святых 682 И плюс Примерно 350 Вышли раньше Архипелаг ГУЛАГ 76 Добротолюбие 5 книг 230 файлов Отец Григорий Диченко 407 файлов Вот за 4 книги Книги Открытым оком 33 тома Их все сделали Вот так они сами Считают Открываются Для Слова Божия Нету Скристину православия Это мои книги Стихи Церковь Свобода Тюрьма Проповедь в стихах 4 тома Это по 800 страниц Каждая книга Симфония на жития святых Симфония на нехронические книги Это мои книги Которые выше Дальше Отец Арсения Вакуум Каноны Федор Кри Федорит Кирский Светник Апокалипсис Столкование Игнатий Бринчанинов 8 файлов Игнатий Бринчанинов Ефрем Сирин 7 Протопов по вакууму Это 2 же Но почему-то Видимо То ли 2 раза Насчитывал Иоанн Кронштадтский 14 Проповеди Аудио Мои 441 Итого 3439 Новых файлов Выходят на наш Видеоканал Во свете Библии Вообразите 3439 А которые Нападают Ни одного Никого нет Поэтому понятно Зависть сатаны Какая А где это Вот куда Видеоканал Вот он есть Наша молитва Благодарности Открывает двери Для новых Благословений С неба Евреям 12.22 Но вы приступили Горе Сиону Как раду Бога Живого К небесному Иерусалиму Ихимам Ангелов То есть мы Ангелам молимся К торжествующему Собору и Церкви Первенцев Написанных на небесах То есть к святым К судье всех Богу В молитве И к духам Праведников Достигших совершенства Канонизированной Ко мы молимся Каждый день Вот Я поминаю Примерно 77 имен И к ходатаю Нового Завета Иисуса И к крови Крапления Говорящие лучше Нежели Абелева Псалом 103 35 Да исчезнут грешники С земли И беззаконных Да не будет более Благослови Душа моя Господа Аллилуйя Это вот попутно Мы увидели Паучка Видите Что есть Господь когда Наполняет Говорит Как вином Переполненное Сосуд Делает Вот Отец Кирилл Это увидел Сколько было бесед У него А которые нападают Господи Благослови их И вразуми У них ничего Больше нету Ну вот попутно Даже показать Подряд идут Сейчас Ну вот Люди Еще где-то Встревают Кому-то Разослал я Вот Борис Познакомили Семенович Интересный Человек Такой Я им послал Все вот это Что сейчас считал Это ночью Сегодня Вот Богу слава В середине Зимы Паучок Подвигнул Нас Заняться Воспоминанием Прославить Бога Литургия Это вся наша Жизнь Где бы еще Не видел Ты во всем Должен увидеть Славу Божию Не роптать У нас вот Ой Антисанитария То есть Вот это вот Мы живем Антисанитария У нас нет Антисанитария Вы еще Ничего не видали В жизни своей Когда она Бывает Антисанитария Когда мертвое Все лежит Это впереди Ждет все Если сегодня Говорит Начнется Какая-то Заварушка То из Москвы 130 километров Только пробка будет В верхние этажи Никакие крышки Никакие заглушки Не удержат Туалетную жижу Вся Москва Будет залита Это сегодня Пишут специалисты Готовьтесь Хотя бы по 150 человек Говорит Объединяйтесь Выезжайте Км за 500 от Москвы Организуйте себе Лагерь Держитесь Чтоб продержаться А нам не надо Мы в таких условиях И находимся Здесь Кто только у меня Не был Не спал Я приглашал Тогда гнали Когда Андрея Кураева Я говорю Для тебя тут Нары готовы На палате И сухари есть Вот Вот смотрят Да вот лежат бумаги Но каждая бумага Испещренная Какие есть Попутно сказать Когда меня арестовали Все сожгли И говорят Краевой суд Две большие Вот такие кучи Лежали Это у меня Пленки Все сжигали Ну я не очень верю В это Я только вернулся А я все переплетчик У меня письма Которые 77 томов Снова появилось 77 По 650 страниц Они переплетенные Как тома Настоящие У кого есть Эпистолярное наследие У меня 1200 писем Выходили каждый год Посылал Писал А сегодня Вот это Нападают У них ничего этого нету Я могу только жалеть Нету ничего И они не могут Вообще ничего нету Ни имя Ни отчества Ничего нету А почему Я говорю А у бесов нет имени У ангелов бывает Архая Михаил Гавриил А у бесов нет имени И вот эти Ники Аватары Это все Бесовская сила Что они прячутся Мы ничего не прячемся Вот я показываю Здесь Котенок спит На одном этаже А внизу У меня там Три голубя Сидят здесь Все Не надо сделать Будет Чтобы летали Здесь По комнате То есть Начинаем С паучка И смотри Сколько Рассказываем Интересно Да интересно Вот интересно У отца Кирилла Познакомьтесь с ним Интересны наши ресурсы Зайдите Вот сегодня особый день Паучок нас подвигнул Лапками цепляется Но бывает В царских палатах Я говорю Бог дал Мне этот талант Открыто жить так И поэтому Пробрался до самых концов Земного шара А земного шара нету А куда он делся А он плоский Как вот стол наш Плоские мозги у людей Везде и всюду Все закругленное У главатого Нигде Бог не творил ничего Это все обман Богу нашему слава Ух Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok